Вопрос, мечтал с детства быть хоккеистом, у меня даже есть фотка, где я на фигурных коньках с клюшкой, мне 3 годика, это в 76-м году был. Так получилось, но то, что родители оказали большое влияние на то, что я стал спортсменом, это, конечно, безусловно. То есть это был самостоятельный выбор? Да, конечно. На ваш взгляд, какие качества развивает хоккей? Я думаю, что все спортивные, это, конечно, атлет, атлетическое такое воспитание, потом игровое мышление очень важно для того, чтобы для умственного развития. Я считаю, что раньше было принято, что в хоккей должны только играть, так скажем, шпана со двора, да, я в это не совсем верю, потому что действительно эти ребята, я сам учился в школе достаточно хорошо, хорошие оценки, особенно. По точным наукам, там, физика, математика, и это мне помогло в хоккее, ввиду того, что я не обладал такими сильными и скоростными качествами, да, мне приходилось лучше считать игру, и эти предметы мне помогли в этом. Ну вот продолжение этого вопроса, получаться стало сразу, или все-таки пришлось затратить много усилий? Нет, да, конечно, не сразу все стало получаться, и было очень много таких моментов, когда я хотел закончить хоккеем, один из них был, где-то мне лет 12 был, и все надоело, и такой огромной перспективы не было, потому что я был достаточно маленьким, и все говорят, что в физическом хоккее, где среди больших игроков очень сложно будет себя проявить, но в это время у меня оттачивалось другое мастерство владения, клюшки, понимание игры, и вот как раз в 12 лет такой момент наступил, что я вырос за год на 12 сантиметров, и вот эти физические данные помогли мне в будущем стать, надеюсь, хорошим хоккеистом. А как вас разглядел Владимир Владимирович Юрзинов? Это уже было, то есть я прошел в принципе с самого начала, да, это с дворовой команды до, я не знаю, национальной команды, да, олимпийской команды, и на каждом этапе мне встречались люди, которые очень здорово мне помогли, это вот, наверное, первым тренером, который, это был Дмитрий Борисович Кудрявцев в Сорловском Спартаковце, он очень много занимался с нами техникой, и он сам борец, но закончил институт физкультуры в Челябинске как раз, и был фанатом хоккея, и все по учебникам, по методикам, микроциклы, макроциклы, прыжки, очень много занимались техникой на льду, и катанием, и владением шайбой, и на льду, и на земле, и он как раз вот привил первое желание именно быть таким мастером хоккея, вот, потом я попал в команду СК Сорловска, это соединение две команды, Спартаковец и Юность, мы выиграли первое место на чемпионате Советского Союза в Тольятти, потом была команда Мастеров, сначала Руч, потом автомобилиста Сверлов, где тренером был Кузнецов, и он как-то вот поверил в меня, в нашу тройку, я Андрей Суботин и Олег Зайков, и мы играли в четвертом дневном бою в автомобилисте, и прошли весь сезон, такой какой-то супер статистики не было, но он почему-то в нас верил, и ставил, и отыграл весь сезон, потом я попал в молодежную сборную на чемпионат Европы, проходил в Чехии, и после этого как раз вот московская «Динамо» меня пригласила, я слышал, что Лайон Лидж заинтересовался и предложил переехать в Москву, в московскую «Динамо», что я согласился. Ну вот в двух сезонах, на стыке веков, так скажем, на стыке эпох советской и российской, вам довелось стать сначала чемпионом СНГ в составе «Динамо», потом чемпионом межнациональной хоккейной лиги, а вот помните тот самый памятный матч в Челябинске, когда вы чуть не проиграли, там до 40 секунд сравняли, а потом овертайли с московским «Динамо», это было не в Челябинске, это было в Москве, потому что тогда играли до двух побед, и первый матч мы проиграли 1-3 в Челябинске, причем вообще без каких-то вариантов, и второй матч тоже складывался очень тяжело для нас, это уже Петр Ильич Воробьев, это хотя бы «Динамо» были тренерами, Петр Ильич был главный, там старший тренер, не знаю, как сейчас принято. Мы по ходу матча проигрывали 0-2 и забили там буквально, я не знаю, за 40 секунд сравняли и выиграли в овертайме, а потом третий матч тоже сложно складывался, опять 0-2 проигрывали и выиграли по булитам, и как раз балый игрочок забил победный булит, это было очень приятно, и уже серия с Тольяттинской ладой сложилась, ну не скажу, что легко, но мы в трех матчах победили. Уже окрыленные были, да? Да, окрыленные, да. И потом сразу же вот получилось так, что вы попали на драфт в «Отаве», да? Да, больше, то есть я попал в московское «Динамо», и отыграв сезон, вот опять скажу, что Владимир Владимирович как-то поверил в меня, стал ставить в состав, он вообще любил доверять молодым игрокам, и вот наша тройка там, я Алексей Ковалев и Сергей Петренко, он был, Сергей был из нас самый опытный, и нам, по-моему, он помогал именно в хоккей, таким опытом, и он, конечно, сам был потрясающий мастер. Потом Алексей Ковалев уехал в Северную Америку, играл за «Рейнджерс», и Ян Каменский с нами играл, и вот, наверное, уже были одной из ведущих троек московского «Динамо», и как раз вы выиграли чемпионат страны, который помог попасть в сборную команду, и вот, конечно, то, что мы выиграли чемпионат мира в 93-м году под руководством Михайлова, это определенное чудо, потому что в нашу команду никто не верил, и не думали, что мы сможем выиграть, и играли с канадцами как раз в ходе игры, проигрывали 1-4, но выиграли 7-4, и там, конечно, Андрей Хомутов с Вячеславом Быковым сделали чудо. Ну вот насколько для вас неожиданным или, наоборот, долгожданным было приглашение в Северную Америку? Наверное, такое было время, которое не то что долгожданным было, то есть появилась возможность узнать что-то новое, появилась возможность, московская «Динамо» всегда никогда не препятствовала отъезду игроков, то есть это, наоборот, они сделали такой конвейер, как я сейчас понимаю, убрали многих талантливых игроков со всей страны, в течение 2-3 лет они становились, ну так скажем, игроками очень хорошего уровня, звездами нашего хоккея, давали возможность им проявить себя либо в Северной Америке, либо в Европе. Поэтому сказать, что прямо вот там, я сидел и ждал, что когда меня отпустят, мне здесь все надоело, нет, такого не было, просто вот эта тенденция отъезда игроков в Северную Америку, она присутствовала и оказался одним из них. Ну да, тогда же Игончар и Назаров в то же время уехали, да, через «Динамо». А вы как-то там вот между собой общались или у вас не было на это время общения? В Северной Америке? Да. Ну, конечно, общались, потому что играли друг против друга достаточно много игр, и я со всеми ребятами поддерживаю очень близкие отношения, и до сих пор, может быть, мы там каждый день не встречаемся и там не созваниваемся, но та дружба, которая нас скрепляла, и когда играли вместе и в московском «Динамо», и в сборной, она, конечно, присутствует там и у моего поколения, и Каспаратис, Ковалев, Гончар, Назаров, Андрей сейчас, он тренером, вот старшие ребята, там Сергей Зубов, там Валерий Каменский, то есть очень Андрей Коваленко, Вячеслав Фитис, то есть можно Алексей Касатонов, можно называть, то есть Павел Буре, вот это, наверное, то поколение, я, наверное, всех не назову, да, но это наше поколение, которое смогло как-то переломить отношения к российским, советским игрокам, в том плане, что действительно очень сильные мастера и великий там Сергей Федоров, Маймильный, Саш, то есть можно перечислять и перечислять. Как вам удалось в первом сезоне в Оттаве стать лучшим игроком в составе? Наверное, с какой-то стороны это повезло, с другой стороны летняя подготовка, как раз вот с Лавиом Илановичем, мы готовились все лето и сложился такой тендем на протяжении многих лет, вместе работали, я вообще постоянно проходил подготовку у него, либо в финском ТПС, либо в Швейцарии, в Плотоне, готовился к сезону и это была наша традиция, я ему благодарен за то, что он работал со мной все эти годы. Конечно, подготовка, другое дело, что это была новая команда, определенных каких-то звезд в этой команде не было, поэтому, в принципе, все зависело от тебя, мне давали достаточно много времени и я почувствовал, что я могу быть лидером команды и стать действительно одним из ключевых игроков и в этом плане мне повезло. Ну вот, несмотря на отношения, да, и болельщиков к вам, и, наверное, и руководство, все-таки вы пошли на забастовку в сезоне 99-2000. Ну, там много, она история очень длинная и, в принципе, несколько минут могу этому уделить, было совсем другое время, на сегодняшний день как раз вот те забастовки, те конфликты, которые были не только у меня, были и у Линдроса, и у Буре, и у Ягара, у кого-то более публично они были, у кого-то больше за кулисами, команды по-разному решали эти проблемы. Но тогда был как раз вот этот переломный момент между хоккеем и бизнесом. То есть бизнес хоккейный в Северной Америке стал очень сильно развиваться, выросли контракты игроков. Понятно, что профессиональный спорт, он, как бы это мы не хотели говорить, все равно он, основная часть это бизнес. И каждый из игроков хотел максимально увеличить свои, ну, гонорары, или там, как бы это, зарплату, да, игроков, для того, чтобы, потому что время отводится не так много, и желание получать по тому, что ты стоишь у всех, у всех присутствовало. И там были очень громкие, и Линдрос в свое время отказался играть в Курбеки, потом его через год меняли в Филадельфию, там, на шесть игроков. То есть такие моменты, они существовали. И все-таки со временем, вот сейчас я смотрю на коллективное соглашение, которое между профсоюзом игроков и игроками в Северной Америке, в Эвенхелл, да, очень много вот таких разных серых моментов, они почистили, да, то есть то, что происходило в 90-е годы с контрактами, с возможностями, с забастовками игроков, сейчас они более четко прописаны, так скажем, в контракте, и что-то ты можешь, потому что, допустим, одна из забастовок, которая у меня была, когда я вот год как раз не играл, да, никто не знал, что будет после сезона, который я пропущу. И уже судья или арбитратор, да, он принял решение не в мою пользу. Но это решение было только после того, как это все произошло. То есть никто не мог дать гарантии, какое это решение будет до вот этого года. И когда это решение было принято, уже то, что получилось, от этого уже отталкивается. Но сейчас это принято законно, и на этом основано, поэтому все следующие игроки и клубы, они действуют по букве вот этого закона, как раз из вот этого конфликта вырос определенный пункт контракта, что так делать можно или так делать нельзя. Вот, поэтому было разное время, и сложно, игрок хотел зарабатывать больше, клуб хотел платить меньше, если определенная, это нормальная ситуация бизнеса, да, это не выходило из рамок каких-то, что было не разрешено делать. То, что все все равно конфликты, они регулируются определенными обстоятельствами, определенными контрактами, соглашениями. Единственное, что есть возможность для хоккеиста, если ты не хочешь играть, никто тебя не может заставить играть. Может быть, да, тебе запретят, ты не можешь играть нигде в другой команде, в другой лиге. Но если ты не хочешь играть и выходить на лед, никто тебя силой не может заставить. Вот это право, которое есть у хоккеиста, независимо от ситуации, от контракта и так далее. То есть, резюмируя, можно сказать, что ваши действия помогли окрепнуть профсоюзу игроков? В какой-то степени, да, и в какой-то степени просто по моим вопросам, по моим конфликтам, да, создалось достаточно очень четкое правило, в котором мы на сегодня все действуем. А раньше это правило, оно было такое серое, размытое, либо влево, либо вправо, никто не знает, как действовать. Потом, после этого момента со мной конфликта приняли четкое решение. Уже, ну, поэтому я считаю, что это помогло и, в принципе, и клубам, и профсоюзу игроков, и игрокам, в том плане, что четко пришли к определенному знаменателю, и сейчас они могут развивать бизнес. И, как вы знаете, да, что буквально за последние, наверное, 10-15 лет бизнес хоккейный, по-моему, удвоился. Это точно, если не утроился в плане общего рынка, и в этом плане одна из заслуг хоккеистов тоже, потому что те конфликты, они привели вот к этому росту и популярности хоккея, и все-таки звезды двигают рынок. Поэтому в этом плане, чем больше они зарабатывают, тем больше им интересны, тем больше команды могут зарабатывать на них. Шесть сезонов в «Айлендерс», как вспоминаете, и вообще есть ли отличия между канадскими и американскими клубами? Я думаю, что есть отличия не только там Канада, Америка, да, есть отличия просто все клубы, они разные. Разные по, скажем, такой направленности хоккея, да, одни любят более красивый хоккей, так скажем, техничный, другие любят более силовой, как, допустим, в «Филадельфе» всегда считалось командой силового типа, большие игроки, здоровые, мощные, и поэтому всегда против них физически было сложно играть, да. Но «Анреаль» Канадин всегда был командой, которая, так скажем, техничная и играла за счет техники, да. Вот, поэтому здесь разные команды, и, наверное, здесь больше отношения самого игрока, что он чувствует. И я, в принципе, что в «Антаре», что в «Аллендерс», всегда считал эти команды своими родными, и я до сих пор поддерживаю очень близкие отношения с Нью-Йорка «Аллендерс», с командой, с руководством команды, с хозяином команды, с генеральным менеджером. Буквально послезавтра иду на хоккей в Флорида «Аллендерс», который будет в Бруклине проходить, на Барклия арену, поэтому с удовольствием смотрю хоккей, болею за них, надеюсь, что они все-таки пройдут первый раунд, потому что уже сегодня, на протяжении 23 лет, команда не может пройти первый раунд. Ну, есть закономерные, да, есть где-то удача, неудача, и в этом плане просто хочу пожелать им удачи. Но то, что касается разницы, да, это с разными тренерами разные взаимоотношения. Приходит новый тренер, у него свое видение, ситуация в команде меняется. Но то, что в «Аллендерсе» всегда было все профессионально, да, это… А публика похожа? Публика, вот как раз, да, потому что традиции… Ну, Канада – это вообще отдельный разговор, я очень рад, что я поиграл в Канаде, именно почувствовал вот это вот канадский болельщик, канадские отношения в хоккей, потому что вот эти игры «Оттава-Торонто», «Оттава-Монреаль», «Оттава-Халгари», «Эдвертон-Ванкувер» – да, это, конечно, что-то потрясающее с точки зрения хоккея, боления, да. Даже нисколько, вот я сейчас уже много меня спрашивают по поводу хоккея, да, и я уже несколько лет не играл, и для меня тоже изменился хоккей и понимание хоккея, да, я всегда считал, что вот техническое мастерство, тактика, там, система игры – вот это основные моменты, на что болельщики приходят. Но сейчас, как болельщик, да, я понимаю, что приходят на атмосферу, приходят на ажиотаж, приходят на борьбу, приходят посмотреть хоккей вместе со своими друзьями, там, выпить, я не знаю, пиво, попкорн поесть, сосиски, да, посмотреть вот это зрелище, которое притягивает. И мое отношение к хоккею, оно тоже меняется, потому что я уже смотрю это как на зрелище, не как какую-то тактическая задумка тренера, там, поехали, вот, как я всегда смотрел на хоккей со стороны, более так аналитично сейчас, мне важнее эмоции, которые, вот, как раз, болельщики в Канаде и Валендерс, они были похожи, потому что Валендерс очень большие традиции, и там любят хоккей, и болельщики, конечно, с ума сходят. Ваше возвращение в Россию совпало с созданием континентальной хоккейной лиги. Можно ли сказать, что это было вызовом североамериканской лиги? Ну, во-первых, до этого я еще играл два года в Ярославском локомотиве, и как раз шла вся тенденция к образованию такой лиги. Я считаю, что создание лиги это очень-очень здорово, и даже вопрос не в том, это вызов там НХЛ или вызов европейским лигам или там системам игры. Я считаю, что это как раз вот та структура, которая все-таки присутствует в лиге, да, она нужна, да, то есть нужны профессиональные команды, нужно отношение профессиональное к календарю, нужно отношение профессиональное к техническому оснащению, да, профессиональное отношение к стадионам. То есть вот на сегодняшний день в нашей лиге появилось очень много новых стадионов, которые дают возможность с удовольствием приходить. То есть вот этот тот же Ярославский стадион в Питере, в Казани, в Омске. Ты приходишь с удовольствием в новый стадион, совсем другие эмоции и ощущения. Вот для этого как раз лига и нужна, чтобы именно давать возможность улучшать инфраструктуру, улучшать сами взаимоотношения между, так скажем, работодателями и хоккеистами, да. Понятно, что у разных команд разные спонсоры и по-разному они воспринимают, но вот эти вот более важные тоже, что существует в профсоюзе игроков, да, то есть игроки могут выйти с какими-то своими требованиями для улучшения общей картины, общей уровня. Я считаю, что вот это важно, да. Насколько это технически мы боремся там с национальной хоккейной лигой, я считаю, что это две совершенно разные лиги, совершенно два разных хоккея, потому что все-таки хоккей на маленькой площадке отличается от хоккея на большой площадке, как у нас. Поэтому для того, чтобы это все сравнить и в плане бизнеса, и в плане самого хоккея, да, нужно находиться в каких-то одинаковых условиях. Мы в этих условиях не находимся, у нас совершенно разные лиги, у них совершенно, допустим, национальная хоккейная лига, она четко заточена на то, чтобы получать прибыль, чтобы получать. У нас хоккей все-таки больше для зрителей, для любителей, для того, чтобы люди пришли, смогли посмотреть. И есть классные мистера, которые и Мазякин, и Радулов, и Ковальчук, там много иностранцев, которые действительно показывают хоккей. Вот я сейчас смотрю хоккей «Магнитка ЦСКА», здорово смотреть. Да, там нет Кросби, там нет Овечкина, Малкина, там многих звезд, но сам хоккей очень интересен, потому что ребята действительно бьются, и вот это как раз я хочу видеть в хоккей сегодняшний. Ну, когда все-таки хоккей российский перестанет быть соревнованием денежных мешков, а, в общем-то, выровняются условия в клубах? Ну, это, наверное, как раз Лиге нужно поставить вопрос. То есть, как вот это скорректировать для того, чтобы у каждой команды был шанс создать хорошую команду, которая может биться, как происходит в Северной Америке. Но наши, так скажем, условия, они немножко разные. Они отличаются от североамериканских или от европейских. Поэтому нужно смотреть, у нас очень много есть специалистов, которые входят и в состав попечительского совета, и в плане очень много великих игроков-хоккеистов, которые знают, и они находятся на руководящих должностях. Как вот это все сделать, чтобы действительно у каждой команды был шанс победить, и чтобы хоккей был интересный, и инфраструктура развивалась, и вообще лига двигалась вперед. А у вас есть любимые клубы в КХ? Да, я очень симпатизирую питерскому СКА и очень близко общаюсь с руководством команды, с удовольствием приезжаю на игры и не только плей-офф. И в этом году был на всех матчах СКА. И вообще люблю хоккей, и когда есть возможность, особенно интересные матчи здесь, в Москве или в Северной Америке. Два сезона вы успели поработать генеральным менеджером женской сборной олимпийской. По хоккею выиграли тогда бронзовую, да? Да, девчонки выиграли в этом году. В 2013 году, да. И в этом году повторили, да? Не было желания продолжить общую карьеру? Ну, вопрос какой, что все, наверное, есть какие-то этапы. Этапы роста, этапы работы. У меня как раз контракт с женской командой был до Олимпийских игр. В конце февраля вы сдали полно. Да, то есть у меня закончился контракт, и просто команда начала готовиться к следующему уже чемпионату мира. У меня контракт закончился. Я стал заниматься там другими делами, которых у меня тоже достаточно много. Но то, что я болею за девчонок, и разговаривал, и вот поздравил их, и игроков некоторых, и Каде Смоленцевой, и Михаила Юрьевича, тренера, да? То, что девчонки выиграли бронзу в этом году, это все-таки успех. И надеюсь, что наш женский хоккей будет развиваться, и мы еще увидим медали на Олимпийских играх. К сожалению, нам не удалось в Сочи это завоевать. Попали на очень сильную сборную Швейцарии, где вратарь сильно сыграл, не смогли забить. Но то, что потенциал у наших девчонок есть, и самое главное, что молодежная сборная неплохо играет. И что появилось после бронзового чемпионата в Канаде, что появилось желание у многих девчонок приходить в хоккей, играть. И я вижу, что будущее будет очень классное, хорошее. И просто хочу пожелать девчонкам удачи. Кстати, отбор в Пьюнчатке они уже прошли. Ну, это здорово, да. И, конечно, видите, у нас все равно мы меряем хоккей наш по определенным, по чемпионату мира, по Кубку мира, по Олимпийским играм. Поэтому эти соревнования, они очень для нас важны. И подготовка, и участие именно в чемпионате мира в Олимпийских играх дает возможность показать себя. И надеюсь, что это произойдет. Совсем недавно у нас в эфире был ваш ровесник Оли Эйнер Бьерн Даллен, 42 года ему, да. И он сказал, что он продолжает. Вот у него есть мотивация продолжать карьеру до 18 года, как минимум. А вот у вас нет такого великолепного форума? Поддерживаете, да? Я поддерживаю, да. Я постоянно тренируюсь практически каждый день в клубе World Class. Мне очень нравится, с удовольствием это делаю. Играю в хоккей не так много. Но это связано больше с тем, что всю жизнь таскал баул хоккейный, да. Развешивал форму, собирал, стирал. Сейчас как-то к этому отношусь. Но иногда такие значимые мероприятия, значимые матчи с удовольствием играю. Вот у Павла был день рождения. Павел меня пригласил и с удовольствием надел хоккейки и поиграл вместе с ребятами. Это больше даже возможность повстречаться, возможность пообщаться. Потому что не так часто у всех свои дела и не так часто встречаемся. И когда в этом есть возможность, удовольствие. В Лиге Легенд вот недавно вы играете всем, да? В Лиге нет, потому что я еще не прохожу по возрасту. А там 45 плюс. Ты 45? Да, 45 плюс. Поэтому я еще молодой для Лиги Легенд. И ну очень классно как раз я являюсь президентом или лицом этой Лиги. Я слышал и смотрел несколько матчей. Это здорово, что ветераны могут собираться, играть, встречаться, общаться. Вот это общение, оно очень мне важно. Потому что когда заканчиваешь, все равно скучаешь по командным мероприятиям. А тренерская карьера вас не привлечает пока? Здесь опять ситуация должна, понимаете, должна быть правильная ситуация. То есть местонахождение команды, люди с кем ты работаешь в этом плане. То есть я может быть нахожусь в таком периоде времени, где вот аккумулирую какую-то информацию, аккумулирую энергию вокруг. Смотрю, что происходит и как себя проявить или в хоккее, или еще в каких-то других видах деятельности. Поэтому сказать, что вот я хочу быть тренером, и сейчас все бросить и уехать там на Алтай и создать команду детишек, которых я буду тренировать. Это в принципе может быть здорово, но это не моя мечта. Поэтому все будет зависеть, если появится возможность проявить себя на том уровне, на котором я считаю, я могу себя проявить. Почему нет? Ну тот же квартальный, он же начинал с Сибири. Нет, я понимаю, я поэтому да, но Дима бы, он сделал этот выбор, он сделал этот шаг и я с ним как раз вот недавно разговаривал, потому что работа очень тяжелая и там по 6-8 часов в день ребята работают, поэтому и отдают все силы и эмоции. И это, то есть это не так просто, как кажется, да, со стороны болельщиков, вот кажется, тренер пришел там, это очень огромная работа, которую нужно иметь определенную волю для того, чтобы ее делать, да. На сегодняшний день, не знаю, обладаю этой волей или нет, и для меня вот в этом как раз вопрос. А как у вас с азартом вообще по жизни? Нет, с азартом все нормально, я азартный человек, и мне нравятся определенные споры, определенные такие ситуации, которые, там не скажу, что я играю там в покер или каждый день, но иногда бывает, да, в казино. Ну вот, а за спортивными котировками следите, как может быть ставите на какие-то матчи? Нет, на матчи не ставлю, ввиду того, что я много времени играю профессионально, да, не было возможности, то есть это было не, ну запрещено, что ли, да, или так, скажем, не разрешено, особенно на хоккей, я не имел права ставить ставки на хоккей, да, поэтому как-то к этому не приобщился. Хотя у меня очень много знакомых, друзей, которые этим занимаются, им это нравится, и, в принципе, наверное, почему нет, потому что это определенный и азарт, но и прагматизм, то есть мышление, да, ты понимаешь, ты анализируешь ситуацию, ты анализируешь, какая команда как идет, то есть это не просто поставить ставку, там пришел, поставил 10 рублей и ждешь то, хотя несколько раз ставил на лошадей, но это было так чисто для формации, потому что, вы знаете, есть в Северной Америке трипл краунд, да, и как раз одна из лошадей, я сейчас не помню, как называется, уже две выиграли, и я поставил, что она выиграет, но, к сожалению, этого не произошло, то есть вот какие-то такие ставки, я не увлекаюсь, но у меня есть определенный азарт, я люблю смотреть спорт, я люблю разные виды спорта, баскетбол, футбол, особенно вот сейчас Лига Чемпионов, несколько дней подряд были игры, да, потрясающие, вот сейчас Рональда забил три гола, в принципе, в ситуациях, в которых для Реала все висело на волоске, да, и такие вот шедевры спортивные, я люблю смотреть, и в этом, наверное, я не отличаюсь от любого. Ну вот Верген Клопп тоже сделал, да, в Лиге Европы? С 1-3 отыгрался, 4-3 победил. Эти бывают моменты, и, наверное, вот там ставки ставками, да, потому что есть люди, которые этим занимаются, им это нравится, они, как сказать, чувствуют себя приближенными способами, а есть просто азартные болельщики, которые именно ждут какого-то спортивного чуда, которое вот может слышаться, да, вот как Реал, да, 0-2, 3-0, да, то есть, в принципе, в футболе вообще какой-то нефутбольный счет. Но это происходит, и вот в этом, наверное, азарт именно болельщика, именно человека, который следит за спортом и, так скажем, за спортом высших достижений, да, то есть какие-то вот такие супер-матчи, супер-моменты, их всегда я с удовольствием смотрю, и у меня день начинается, я просматриваю все там лучшие моменты континентальной хоккейной лиги, потом идет национальная хоккейная лига, что произошло, потом идет мировой спорт, там футбол, баскетбол, и я в этом нахожу свое удовольствие. Можете сказать, кто является фаворитом предстоящего чемпионата мира по хоккею в Москве и Петербурге? Я думаю, что наша команда является одним из фаворитов, это точно, потому что мы играем дома, у нас, я считаю, хороший состав подберется, особенно вратарей у нас с порталями по пустышу и по дереву проблем не будет. Какие составы команд, кто что пришлет, да, кто приедет, это вот сейчас очень много обсуждается, там насколько сильна будет сборная Канады, насколько сильна там сборная Америки, Чехии, Шведы. Я считаю, что не на это нужно обращать внимание, надо обращать внимание на то, что мы можем сделать, да, максимально подготовиться, хочу пожелать как раз руководству команды успехов именно в подготовке, чтобы команда, все те задачи по подготовке к чемпионату мира, чтобы команда выполнила, чтобы все ребята пришли в оптимальной форме, здоровые, чтобы показали классный азартный хоккей, который все ждут, ну и, конечно, победы, которые мы все хотим, как болельщики. Ну, к сожалению.